Денис Гончар Партия региона, уважающая Украина, это их властность. Мы сегодня четко заявили главе парламенту, фракция «Батьківщина» готова до достроковых парламентских и президентских выборов. Мы создадим рабочую группу с вопросом подготовки нового закону про выборы, который, первое, будет выбирать депутатов только за открытыми списками, и, второе, не даст возможности партії и владею фальшировать выборы, как они их фальшуют. Мы готовы до того, что оппозиция пойдет на эти выборы и победит. Если в течение двух недель сессия Верховной Рады не будет открыта, появятся основания для распуска парламента президентом Украины. Сайт Одесской областной организации Комитета избирателей Украины подвергся хакерской атаке. Ресурс стал выдавать текст, согласно которому ответственность за взлом на себя взяли неизвестные исламские террористы. Однако представители общественной организации уверены, искать интернет хулиганов нужно отнюдь не на Ближнем Востоке. Сегодня к 7 вечера работу ресурса удалось частично восстановить. Десятки одесских пенсионеров могли остаться без пенсии. В районе заставы преступник ограбил почтальона, которая разносила выплаты по домам. Похитителя милиционеры искали по всему городу. Удалось ли его задержать по горячим следам и вернуть деньги, расскажет Дмитрий Долматов. В дежурную часть Хмельницкого райотдела милиции поступило сообщение о нападении на 70-летнюю женщину почтальона. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с деньгами и скрылся с места преступления на белом автомобиле. В милиции объявили план перехват. Задержали наличика уже в Приморском районе. Несли службу по плану перехват на Приморской, где увидели вышеуказанный автомобиль ВАЗ-2101. Принятыми мерами автомобиль был задержан вместе с водителем. Водитель передан в следственную группу Хмельницкого отдела милиции. В нападении на почтальона подозревается задержанный водитель автомобиля 37-летний житель Одесской области. По факту грабежа открыто уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Дмитрий Долматов, Новая Одесса. Длинные очереди людей, которые пытались зарегистрировать свои права на недвижимое имущество, видели наши корреспонденты месяц назад в регистрационной службе городского управления юстиции. Ожидать приходилось даже на улице. Неразбериху в процессе приема документов чиновники обещали исправить. Сроку взяли месяц. Свою работу продлили до 8 вечера. Выполнили ли чиновники свои обещания? Прямо сейчас проверяют наши корреспонденты. В регистрационной службе на Старицкого 10А находится Светлана Пензова. И она уже вышла на прямую связь со студией. Светлана, добрый вечер. Действительно ли чиновники работают до 8 вечера? Добрый вечер, Денис. Действительно регистрационная служба ведет прием документов с 9 до 8 вечера каждый день. И сейчас в это время, в начале 8-го здесь не так много людей, очереди абсолютно нет. Подробнее о ситуации, насколько она изменилась, нам расскажет Наталья Бондарчук, начальник отдела государственной регистрации. Наталья, скажите, пожалуйста, как изменилась ситуация? В лучшую сторону ли? Ну, в первую очередь я хочу отметить то, что ситуация по отношению к заявителям с нашей стороны абсолютно никак не изменилась. Мы как добросовестно относились к исполнению своих должностных обязанностей, так и продолжаем относиться. В любом случае, где-то какие-то нюансы улучшаются в каком плане. Вы видите, что у нас появились дополнительные окна приема и выдачи документов. Если изначально у нас было три окна приема и выдачи документов, не разграничивая приема и выдачи, то позже у нас появилось четвертое окно. На сегодняшний день у нас работает четыре окна. Это четыре окна, извините, пять окон. Это четыре окна приема документов и одно окно выдачи документов. Также вы видите, что находясь у нас в начале 8-го, вы застали одного в общей сложности, если я не ошибаюсь, троих человек. То есть все те слова наши, которые были сказаны в январе месяце, они абсолютно правдивы относительно того, что какой-то ажиотаж был создан тем, что в начале года было выдано достаточно большое количество документов, которые нужно было каким-то образом пропустить через нас. На сегодняшний день, даже с утра, мы не наблюдаем достаточно большого накопления людей. С утра мы наблюдаем порядка трех-четырех человек у каждого окна. То есть, безусловно, можно говорить о том, что вот этот поток людей, который изначально нагрянул в январе месяце, он постепенно разошелся, все документы обрабатываются постепенно регистрационной службой. По поводу бланков заявлений, все критические какие-то высказывания граждан были также приняты к сведению. И регистрационной службой руководством было принято решение распечатать бланки, несмотря на то, что нас никто не обеспечивает данным направлением в размере двух тысяч. И данные бланки раздавались социально незащищенным гражданам, социально незащищенным слоям населения, таким как пенсионеры, инвалиды и так далее. То есть, я думаю, в принципе, ваш визит к нам, он сам за себя говорит, да, и наличие дополнительных окон, и отсутствие очередей, и достаточно приемлемые, приятные и удобные условия для подачи заявлений граждан. Спасибо большое. Спасибо. Студия. Спасибо, Светлана. Это было включение в прямом эфире из регистрационной службы городского управления юстиции. Наши корреспонденты проверяли обещания чиновников ликвидировать очереди. У нас к этому часу все. Далее смотрите проект «Гость студии». А итоговый выпуск новостей не пропустите в 9 вечера. Будет много интересного. Увидимся на новой Одессе. Прогноз погоди від страхової компанії «Теком». За даними синоптиків, у вівторок 19 лютого в Одессі очікується хмарна спрояснення погода. Без опадів. Вітер південний, помірний 3-5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпа. Вологість повітря 80%. Температура повітря вночі близько нуля, а в день 2-4 градуси з позначкою плюс. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпа. Страховая компанія «Теком». Увереність в квадрате. Дополнительну інформацію ви можете узнать по телефону 719 055 55. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпа. Атмосферний тиск 865 міліметрів ртутного стовпа.